Это самый романтичный день в году. Пора подумать о своем обворожительном образе, чтобы подчеркнуть свое общее романтичное настроение. Для этого добавим сияние на лицо с помощью сисекрям. Распределим кистью для тонального с помощью круговых и вбивающих движений. Особенно там, где есть активные поры. Эта техника поможет выровнять тон лица и выровнять текстуру лица, делать ее максимально сглаженной. Корректируем недостатки с помощью насыщенного средства. Нанесем длинные треугольники в зоне вокруг глаз. Это поможет корректировать синячок и делать небольшую коррекцию. Также проработаем подбородок и зону над верхней рукой. В помощью мягкой, фикатной кистью для корректора растушуем линию меркой, силиром, скрывающего средства, вбивающими и втушевывающими движениями. Обратите внимание, с помощью только светлого корректора вы уже добились инфицирования лица. Дальше покроем и завершим работу с тональным кремом, с тоном, с помощью прозрачной рассыпчатой пудры. Листочку используем для рассыпчатой пудры, она наносит более плотно и аккуратно, поэтому не сильно дешевоится. Добавить объем в нашу макияжу поможет пудра консеринга латв. Листочки для румян, острой стороной, в зонах, где везде стремно падает тень. Мягко растушим для того, чтобы сглазить переходы и не создавать четко очерченные ремнии. Делаю я сглаживаю коррекции и мягко растушевываю пудры, для она завершить наше консеринговое. Добавим акценты с помощью румян. Для романтичного макияжа выбирайте романтичные оттенки румяна. Не забудьте, что румяна считывает самочный торт на лице и даже больше класса. Обратите внимание, насколько свеж, что ваш опыт. Пора проработать и не проверить. Для того, чтобы выстроить максимальную, естественную и идеальную форму бровей, нам необходимо для начала зачесать бровку наверх. Далее с помощью карандаша, который подходит вам по тону, о том, может быть, на тон цеплее, либо на тон цеплее вашей кислотой волосы, начертить, заштриховать внутреннюю форму бровей. Также можно прорисовать нижнюю бровь. С помощью той же самой кисточки для бровей растушевать наши штрихи. Положить волосы в одном направлении, сделать красивую форму, зафиксировать макияж на целый день поможет нам стик воск. В отличие от гелия, он не только помогает сохранить желаемую форму бровей, но и выглядит максимально естественно. Тем самым мы можем добиться идеальной формы и выразительности, но при этом совершенно незаметной макияжа. Немного разогрейте с ним воск и нанесите его кольку рукой. Это поможет сохранить макияж надолго, а также защитить вашу кожу от матери влаги. Добавим сияние нашего макияжа с помощью жидкой тени. Оттенок цвета нанесем полностью по всему подвижному ветру. Жидкие тени придают суперстойкости нашего макияжа, помогая оттенке смотреться более насыщенно. А также вложаться максимально естественно. С помощью них можно создавать совершенно любые покрытия. В качестве подводки мы будем также использовать жидкие тени, но уже в оттенке форму хрустная звезда. Делайте акцент у внешнего угла глаза, как бы немного приподнимая и вытягивая форму глаз. Романтичный легкий макияж строится на плавных и выстанных растушевках. Поэтому с помощью кисти с макияжа растушуем отделок хрустная звезда, как будто встраивая его в отделок лучше сливки. Также не забудьте проработать нижний ряд остатками, которые остались после растушевки на верхнем веке. Немного тронем нижний лестничный ряд, для того, чтобы макияж насмотрелся максимально завершенным и растушенным. Зафиксируем жидкие тени оттенком огонек, выкладывая максимально над радужкой, тем самым создавая объемность нашего макияжа. С помощью нанесения разных текстур теней мы добьемся идеальной фруктурности макияжа и добьемся сложных сочетаний оттенков и светопереходов, которые так важны и для таинственного макияжа. Для максимальной структурности нашего макияжа с помощью спорта нанесем сниженный орех по орбитальной линии, как и немного растушеваяся к скаму. Далее с помощью патентной дисплиции растушеваем границы и немного визуально-прикладной дроби. Этим же оттенком будет доработать и внутренний угол плазмы, чтобы макияж делся в обработке и завершенном. Добавим выразительность с помощью коричневого карандаша для глаз. Прокрасывание межресничной линии карандашом позволяет сделать ресницы визуально гуще, а взгляд более открытым и ярким. После того, как мы прокрасили межресничное пространство, пора приступать к построению нашей стрелы. Глядя перед собой в зеркало, нарисуйте хвостики стрелы и проверьте их симметричность. Для того, чтобы правильно нарисовать стрелку, необходимо немного заточить карандаш и положить карандаш в углу глаза и сделать такие отрывистые движения по направлению к виску. Дальше растушевать стрелку по направлению внутреннего вверху, для того, чтобы она плавно уходила на метр. Кисточкой для бровей растушуем нашу карандашную подводку. Она идеально ложится по форме и втушевывает наш карандаш в ресницы. Проведем линию по ресницам и дальше прорисуем наш кончик подводки. Для того, чтобы стрелка смотрелась остро, поверните кисточку именно острой стороной и растушуйте в направлении к виску. И далее затушуйте нижний ресничный ряд, для того, чтобы глазки у нас смотрелись максимально обраганными. Для большей количественности макияжа нанесем оттенок золотое дерево по растушевке нашего карандаша, тем самым добиваясь еще более сложных сочетаний оттенков и цветоперехода, делая макияж невероятно красивым и удобным. Осталось добавить немного объемности на линии. С помощью листового ореха кисточки из макияж добавим в необходимую тень. Вышные объемные ресницы залог успешного романтичного образа. А для создания безубличных разделенных, длинных и объемных ресниц используйте основу подкушки. Универсальная туста панорама позволяет создать выразительный макияж с насыщенным оттенком уже с первого нанесения, обеспечивая ресницам невероятную длину, выразительный объем, красивый изгиб и идеальное разделение. Щеточка была с теми разработана, чтобы измечать идеальное распределение души на каждой ресничке, даже во внутреннем боке глаза. Для дополнительного обрастительного объема нужно использовать технику пучкового покрашивания. По образным точкам души продавьте отдельные пучки ресниц, создавая тем самым эффект распахнутых кукольных ресниц. Макияж глаз в элегантных коричневых оттенках завершен. Пора поработать над губами. Сладкие и сочные оттенки спелых ягод отличный выбор для романтичного рандевого. Оттенок спелой черешки подарит влажное сияние и чувствованный объем. Этот оттенок на губах гармонично сочетает в себе интенсивное увлажнение и выразительность цвета, который так дополняет таинственность по образам. Для снашимательного эффекта будем использовать оттенок нитовый красный. Для такого яркого и сочного макияжа необходимо проработать контур губ. Для дополнительной четкости и объемности нанесите по контуру верхний губ. Делайте кристалайн прозрачный. Для дополнительной степкости используйте основу для губ. После этого приступайте к подчертаниям объема. В симметричности устраивайте контур губ поэтапно. Сначала сделайте насечки. В середине, на верхней губе и на нижней губе. Далее видите контур по направлению уголка губ. И таким же образом выстроите линии по направлению к середине. От уголков к середине губ. Такая техника поможет сохранить макияж максимально симметрично. То же самое повторите и на нижней губе. С длинной стороны карандаша мягко распушите губ к центру губ, создавая технику омбре от темного к светлому. Четкие красные бархатные губы готовы. Осталось добавить герпичности с помощью оттенка кристалайн. Кисточка для корректора немного гостячей верхней губы, создавая тем самым объем. Самое время придать реакцию дополнительного объема с помощью блеска культовой краски. Оттенок белой кубники подарит губам дополнительного соблазнительного объема. Нежный аромат ванили придаст вашему образу нотки романтии и загадочности. С этим блеском вы будете в центре внимания. Беска промиссия, сочная, яркая, культовой краски. Идеальный блеск. До свидания, Натя. Романтичный, дерзкий и очень вкусный.